В начале этого года в Государственную Думу был внесен законопроект о финансировании лечения больных с редкими, или как их еще называют, орфанными заболеваниями. Инициатива поступила справедливо Россов. Подобное предложение готовили и ивановские парламентарии, но старшие коллеги их опередили. По сути, это поправка к федеральному закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Деньги на лечение орфанных заболеваний предложено выделять не из региональных бюджетов, как это происходит сегодня, а из федеральной казны. Многие говорят, зачем лечить одного человека с этим редким, за эти деньги можно вылечить сотню. Все так, но ведь этот человек, это тоже человек, имеющий право на жизнь и так далее. Поэтому я и говорю, что только высоко развитое государство, озабоченное этой проблемой. Развивающиеся страны, где умирают от голода, нет. Один случай на 10 тысяч населения. Оттого и называют эти заболевания редкими. Насчитывают порядка 80 видов орфанных заболеваний. 27 из них требуют дорогостоящего лечения. Цена месяца жизни для таких пациентов нередко доходит до 1 миллиона рублей. Естественно, сам пациент никогда не сможет такие деньги найти. Для областного бюджета это тоже очень большая нагрузка, если брать все орфанные заболевания вместе взятые. Вот как раз смысл наших предложений – это передача на федеральный уровень финансирования лечения всех орфанных заболеваний. Для кого-то поправки к законам – это их обычная работа, а кому-то такие корректировки могут спасти жизнь. Наш телеканал уже рассказывал историю Ани Емельяновой. Она как раз тот несчастливый обладатель одного из орфанных заболеваний. У девушки легочная гипертензия. Ей прописана пожизненная терапия и лекарства стоимостью в 200 тысяч рублей ежемесячно. Местный департамент здравоохранения долго увиливал от своей прямой обязанности обеспечивать Аню лекарствами. Право на жизнь пришлось доказывать через суд. Необходимые таблетки дают уже несколько месяцев, правда при этом заставляют лежать в больнице. Это не выход, конечно. И они предлагают мне каждые две недели лежать в каких-то больницах наших, в Ивановске. Но я считаю, что это не выход. Что это за жизнь в больнице. И надо как-то по-другому решать вопрос. То есть это не выполнение решения суда. Мама не переживает, что этого скоро не будет. Департамент несколько месяцев поисполняет решение суда, а потом прекратит. И тогда опять все сначала. А девушка дожидаться окончания бесконечных судебных тяжб не может. Таблетки нужны каждый день. Знаю, в других регионах люди получают. Хотя там, да, может быть регионы как-то побогаче и как-то выходят из этих ситуаций. Но некоторые даже удивляются. Мы даже без всяких судов просто приходим, и нам департаменты и министерства идут на встречу и как-то изыскивают пути и решения. У нас нет. Поправка к закону может существенно облегчить жизнь этой конкретной семьи. А сколько их еще в регионе и в целом по стране. Впрочем, прогноз оптимистичный. Есть те основания полагать, что правительство России поддержит новый законопроект. И региональные бюджеты сбросят с себя тяжкое орфанное бремя. Вопрос только в том, как скоро это случится.